Стоял, никого не трогал. В Бобруйском районе загорелся погрузчик. Какие потери? Под разными предлогами предприниматель обманул знакомых на 175 тысяч рублей. Спустя некоторое время должник перестал выходить на связь. Куда спускал деньги? Разбил окна, похитил нажитое и телефон, а затем скрылся. В Могилевской области жертвой нападения стала пенсионерка. Кто накинулся на пожилую женщину? Им оказался 63-летний житель Гомельской области, который ранее был неоднократно суден. Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в пять минут. Засекайте. Огненная неприятность в Бобруйском районе. Сгорел погрузчик. 30 сентября спасателям поступил сигнал о пожаре машины в Бобруйском районе. До прибытия МЧС сотрудники комплекса использовали два огнетушителя. Прибывшие огнеборцы полностью ликвидировали огонь. В результате повреждены кабина, моторный отсек и лакокрасочное покрытие. Пострадавших нет. Причина выясняется. От развития бизнеса до дорогостоящего лечения жены предприниматель обманул знакомых на 175 тысяч рублей. С января по май 30-летний житель Кличева одалживал у приятеля изначально небольшие суммы, но постепенно его запросы росли. А поводы взять в долг становились все более убедительными. Деньги мужчина брал как в национальной, так и в иностранной валюте. На деле же большую часть денег мужчина спускал в онлайн-казино и ставках на спорт. Спустя некоторое время должник перестал выходить на связь, после чего обманутые граждане обратились в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Цена вопроса – уголовная статья. Нетрезвого водителя задержали за взятку сотруднику ГАИ. В Белынчах арестовали 60-летнего иностранца с признаками алкогольного опьянения. Во избежание наказания мужчина попытался предложить инспектору взятку в размере 200 долларов. Нарушитель проигнорировал предупреждение об уголовной ответственности и оставил деньги в салоне служебной машины. Мужчина задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело. В Чериковском районе ограбили пенсионерку. 87-летняя жительница деревни Припечина сообщила. Неизвестно разбил в ее доме окна и с применением насильственных действий забрал все нажитое и средства связи. В результате оперативно-рыскных мероприятий в течение часа сыщики задержали подозреваемого на одной из трасс в направлении города Славгорода. Им оказался 63-летний житель Гомельской области, который ранее был неоднократно судим. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Опасное железо в агрогородке Овсянка автомобиль придавил мужчину. Местный житель чинил машину во дворе своего дома. При помощи домкрата он приподнял переднюю часть и использовал деревянные колоды для страховки. Во время ремонта авто соскочило с устройства и придавило мужчину. Супруга оперативно вызвала скорую помощь, однако спасти хозяина не удалось. У погибшего осталось трое детей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Горькая правда. В ходе оперативно-розыскных мероприятий прикрыт спиртозавод. У 54-летнего жителя Бобруйского района дома хранилось 391 литр самогона и 1875 браги. Кроме того, в хоз постройки стоял и сам аппарат. Мужчина уже привлекался к ответственности за такое правонарушение. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Реанс. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»